С первым снегом на шиномонтажках Алтайского края появились и первые очереди. В крупных сервисах цена за переобувку колес из-за инфляции выросла минимум на 10%. Однако прежде чем сменить резину, ее нужно добыть. Дефицит в сфере редких размеров. 19, 20, 21, 22. В связи с санкциями данные шины были все импортного производства и не делались в Российской Федерации. Их привезти в этом году не получилось. Их возят по параллельному импорту. Сейчас шин очень мало. Рынок китайских автомобилей сейчас выходит в основном на этих диаметрах. За год импорт автомобилей из КНР в Россию вырос в пять раз. Притом поставляли их на летней резине. Поэтому сейчас водители китайских кроссоверов хватают любые комплекты, создавая дефицит. Вариантов мало из-за того, что большинство европейских и японских производителей ушло из страны. Зато, по словам экспертов, за год количество китайских шин в Алтайском крае выросло на 15%, захватив почти половину рынка. Люди к ним относятся по-разному. В нынешней экономической ситуации покупка такой резины – это скорее безысходность, чем обоснованный выбор, утверждают покупатели. Ну не знаю, я считаю, Китай – это южная страна. И там зимнюю резину как-то, мне кажется, не очень умеют делать. Мне кажется, дубовая она. Нет у меня к ней доверия. В Китае приблизительно миллиард жителей живет, все ездят на автомобилях и сильно сомневаются, что они завозят себе для эксплуатации японскую резину. Они для себя производят собственную резину. Думаю, что за столько лет, сколько их автомобильной промышленности, наверняка научились все делать достаточно хорошо. Однако в Китае резину даже не шипуют, только делают заготовки под это, а доводят до ума шины уже в России, говорят эксперты. Поэтому продукты с КНР до магазинов зачастую доходят ближе к ноябрю, в самый разгар сезона. Это также одна из причин дефицита. Плюс, как утверждают эксперты, состав резины не совсем подходит для суровых сибирских морозов. Мы их даже разгружаем, когда фура приходит на склад, она же ехала по холоду, мы ее начинаем разгружать. Вот она на пол с машины падает с таким стуком, что кажется, что она сломается сейчас. То есть она не амортизирует. Вот чуть-чуть раз остыла, там 20 градусов уже, все, она уже становится помягче. Когда резина дубеет, ее качество падает. Шиномонтаж затрудняется, сцепление с дорогой ухудшается. Поэтому вводить в таком случае нужно аккуратнее. Зато из плюсов стоимость. Она ниже примерно на 20% в сравнении с конкурентами. А это тоже важный фактор при выборе. Ведь по сравнению с прошлым годом, комплект среднестатистической зимней резины вырос в цене на пару тысяч рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.